добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы шаббат шалом недельная глава бэмид бар написано в конце главы бэмид бар не доведите до гибели сыновей кегата сыновей ливии это обязанность коинов дело то что любое действие в храме может очень тяжело закончится для левитов они не имели права взглянуть даже на священные предметы перед тем как подойти к священным предметам коины подходили все это упаковывали специальная быть была ткань в которую все упаковывалось допустим если мы берем примеру ковчег коины тоже не могли смотреть на ковчег он ковчег аронные веки называется сначала заворачивался в завесу отделяющие святилище от святая святых завеса крепится золотых крючках к четырем столбам значит брали коины шесты аккуратно снимали с крючков завесу и закрывали полностью этой завесой весь ковчег чтобы на него не смотреть после этого брали как не удивительно шкуры тахашей и только после этого на шкуры тахашей селили голубую шерсть то есть ткань шерстяную покрашиваю голубым цветом краска хилозон называется это улитка очень дорогая краска вот так был запакован ковчег почему так трудно сказать и головой цвет это показано что особое благоволение всевышнему идет к этому ковчегу что небесно-голубой краской покрашена этот камень когда коины заканчивали эту работу они подводили левита из колена кегата из семей кегата и ставили каждого у своего шеста удивительно что два человека становились лицом ковчегу сзади ковчега и те которые шли впереди тоже становились лицом к ковчегу то есть удивительно после этого когда ковчег отправлялся в путь он взлетал поднимал своих носильщиков и летал с ними и откуда мы это видим наши мудрецы говорят мы это видим из книги его шоу когда мы подошли к иордан всего искал впереди и ордан то ковчег взяли не левиты а коины настолько это было ответственное дело коины взяли ковчег и гошин сказал зайдите в реку коины с ковчегом зашли в реку в иордан после этого всевышний остановил реку иордан и стала огромная плотина огромной высоты вода остановилась после этого мы перешли иордан и самое интересное что ковчег перешел вместе с нами а потом он перелетел у всех на глазах он перелетел со своими носильщиками опять назад как-то получилось что ковчег летит это было невероятное чудо на глазах у всех наподобие того как мы вошли в море сув что всевышний сделал море как смерзшиеся воды то есть был проход среди моря вы прошли сквозь моря сув и вышли мы из пига хирота и прошли среди моря и вышли в пустыню шур потому что три дня по пустыне и там то вот здесь такое же чудо что перешли мы в страну к нам и воды были у нас с левой стороны от нас вода допустим стоит плотиной а внизу нет вода ушла иордан стек вот такое такое было чудо поэтому и говорится что это такие святые вещи что левиты в любой момент могут погибнуть даже от одного взгляда а у коэном святости было больше и поэтому поэтому они оставались живых если не даже заметят ковчег невольно конечно вот так наши мудрецы говорят и действительно мы видим как всевышний относится коэном если левит может жениться на ком он захочет захотел жениться на вдове захотел просто любой женщине хоть и на блуднице все разрешено всевышний все разрешил такое нам нет только девственность в жены и в крайнем случае вдову даже в тонах есть устражение что и должна быть вдова коина то есть у них очень много святости которые нет простых людей коин не может пойти на кладбище он не может похоронить никого кроме ближайших родственников а первый священник не может и ближайших родственников похоронить единственное что он обязан хоронить когда уже никого нет он один и И тогда он уже хоронит. А так нет, никогда он не ходит на кладбище, и никого не может, ни отца, ни мать похоронить, не дай Бог, никого из родственников своих. Вот так вот. Я слышал от Новоравина, Равин Шандалов. Он мне сказал, что на сегодняшний день мы сейчас все коины. Вот такую вещь он мне сказал. Мы все должны сейчас освещать себя во всех действиях, в любых действиях, которые мы занимаемся, должны себя освещать. Вот так вот. Будет храм, опять у нас будут выделены коины для этой работы. А сейчас каждый человек коин. Вот так. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Мойша бен Давид, Михаил бен Аркадий, Берт Абат Исраэль, Клара Бат Сергей, в памяти Павел бен Ефим, Яков бен Ахум, Владир бен Григорий, Светлана Бат Клара, это за здоровье, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Цах, Инна Бат Мира, Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Анна Бат Ривка, Игорь бен Кира, Полина Перв, Бат Соня Сура, Лена Бат Лара, Давид бен Стела, Женя Бат Ида, Рахель Бат Лилия, Анна Бат Елена, Стейла Бат Тейла, Ефим бен Эстер, Инна Бат Дора, Двойра Бат Мириан, Станислав бен Рахель, Моисей бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йоси бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгений Бат Ита, Фера Бат Анна, Геннадий бен Елена, Ирина Бат Инесса, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бенина, Ир Бат Вера, Леон Бен Глара, Рафаэль Бен Глара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Сарид, Мазлая Броса Сгула, Ирина Бат Ури, Орона Ря Бен Нурид, Закросший дух, Орона Ря Бен Двой, Радис Бен Ахум, Авигаль Бат Сара, Хана Бат Аврагам, Рафаэль Бен Риса, Галя Бат Гидария, Парнаса Ебрид, Владимир Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха Парнаса, Каванам Мазалтов, что мы это время не грешили, читали Тору, учили. Всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть срочно закончится страшная война, и до следующих встреч. Надеюсь, она состоится, в Йом Ришон, в 15 часов. Шаббат Шалом!